Привет! Меня вы уже знаете, я Станислав Чернышов, а это моя мама Алла Савельевна Чернышова. Привет! У неё была раньше очень серьезная профессия, сейчас она пишет картины, изучает французский, и мы поговорим обо всем об этом. И особенно, конечно, меня и нашу публику интересуют языки. Ты в детстве знала три славянских языка. Можно сказать, что ты славянский трилингв. Какие это языки? Как так получилось? Почему и трудно ли было переходить с одного языка на другой? Очень легко, они очень похожи. Да, какие языки? Русский, украинский и польский. А почему было три языка в детстве у тебя? Родилась на Украине, там все эти три языка в почете. Хорошо. Вот, например, если взять украинский язык, то мне больше всего нравится поэзия Шевченко. Особенно. И очень понравилась на эти стихи современная рок-группа украинская. У них песня на эти стихи, да? Да. Интересно. На эти стихи. Да. Да. И очень много импровизации. Потому что волны, чайки, месяц, ну, месяц, луна, и все это вместе создаёт такую картину, что музыканты не могут не импровизировать. Интересно. Круто. Да. А польский откуда? Всё-таки обычно люди думают сегодня, Украина это Украина, там говорят по-украински. Польша это Польша, там говорят по-польски, да? Многие люди в Западной Европе, они так идентифицируют язык и страну, да? Почему был польский? Отец поляк. И так в семье сложилось, что у нас было три языка. Отец говорил на русском, с поляками на польском. У него был друг поляк Казимир. И люди, которые приходили, украинцы, мы с ними говорили на украинском. Школа. А вот интересно, ты ходила в советскую школу, конечно, я тоже ходил в советскую школу. В этой школе какой был язык? Русский или украинский? Два языка. Два языка? Да. Вот как? Два языка. Русская литература, язык и украинская литература. Преподаватели были, например, химик на украинском, а физик на русском, математик. Ну, математик есть математик. Ну, вы можете посмотреть у меня на канале видео о языках России сегодня и одно видео о Советском Союзе, где тоже речь идет о языках советских республик. Да. Такой модный вопрос. Я знаю, что у тебя была неженская профессия, да? Да. Ты была инженер-баллистик, конструировала артиллерию для флота. Сейчас много лет прошло, это уже не секретная информация. Вот. Трудно было девушке учиться на эту профессию и потом работать в конструкторском бюро? Или это было нормально? В этом у меня трудностей абсолютно никаких не было, потому что я в школе увлекалась математикой. И поэтому занималась я математикой и в ВУЗе, и на работе. И среди инженеров, которые окружали меня, ценили за то, насколько от тебя отдача идет. Отдача. Ну, то есть, сколько ты можешь дать. Да, 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 да. Именно в теории. Потому что мне повезло, что я была все время занята теоретической математикой. И поэтому, поскольку это был мой любимый предмет, не только, ну, как бы, комфортно, а просто сверхкомфортно заниматься своим делом. Ну, естественно, я так думаю, что если говорить о теоретической математике, это большинство лучших математиков были мужчины, да. Но женщина могла сделать карьеру в этой сфере? Я не чувствовала никакого притеснения, совершенно. Никакого. Хорошо, спасибо. Ну и, мама, если мы начали говорить о той эпохе... Сегодня многие в России ностальгируют по Советскому Союзу. А что ты помнишь и какие у тебя чувства? Что ты помнишь и что ты думаешь сегодня об этой эпохе? О тех временах? Да. В те времена мне запомнились тем, что я была все время занята. Жили мы очень весело. Ходили по театрам, гуляли, ходили на танцы. Танцы у нас даже рок-н-ролл был в то время. Да. Да, да, не только вальс. Угу. Вот. И много путешествовали. Очень мне нравился автостоп, который тогда вошел в моду. Да. Берешь рюкзачок и пешком идешь. И тебе подвозят... Значит, так мы путешествовали по трем странам. В смысле, Прибалтики. Эстония, Латвия, Литва, ну и обратно Петербург. Ну, это были советские республики. А за границу? За границей нас не выпускали, за границу нас не выпускали. Невозможно было это сделать. Ну, а ностальгия по советскому времени у тебя есть или нет? У меня ностальгия по тем хорошим, веселым, молодым временам. Угу. Вот. Что у меня была такая вот беззаботная жизнь. Очень много было интересов. А ностальгии у меня вообще нет. Вообще. Что есть, то есть. Принимай и в свое время делай то, что тебе нравится. Нет у меня вообще ностальгии. Хорошо, спасибо. И сейчас, ну, твое главное даже не хобби, а занятие, это картины, да? Живопись. Да. А когда ты начала писать и как это получилось? Ну, если говорить о живописи, то я всегда этим интересовалась, увлекалась. И как говорил мой сын Станислав, что, а мама всегда была художником. Ну да. Это не значит, что я держала кисточку все время в руках, поскольку я работала в другой области, в математике в основном. А кисточку по-настоящему я взяла, когда мне исполнилось 60 лет. Начала я с акварелей. Да, вот у меня есть несколько первых акварелей. Вот, дорога, да? А почему такая дорога? А дорога меня всегда зовёт. Я часто, часто была за рулём. Водила машину. Водила машину Петербург-Одесса. В основном Петербург-Одесса и Петербург-Таллинн. И дорога меня всегда зовёт, и даже сейчас. Да, и тоже женщина водила машину, и не было проблем с этим. Не нарушай правила, и всё. Хорошо. А кто ты, не важно. Хорошо. И вот здесь зима. Да, зима. Это наша зима. Залив наш, Залив. Да, Финский залив. А вообще эти пейзажи, они из головы, или это реальные пейзажи какие-то? По-разному. Как говорят дети, по-разному. И такие бывают фотографии. Сначала снимаю, потом в голове. Но в этом смысле, что не обязательно сидеть и писать с натуры, мне подсказал сам Айвазовский. Я прочитала, что море нельзя писать, когда волны всё время меняются, ветер меняется. Вот ты, если у тебя нет воображения в голове. Да. Поэтому я пишу из головы, говорил Айвазовский. Следую за ним. Хорошо. А какие художники тебе близки, нравятся? Ну, из русских художников, конечно, Айвазовский больше всех. А если говорить вообще о мировой классике, то очень мне нравятся импрессионисты раньше нравились. Вот. Ну, и постимпрессионисты нравятся. И дело в том, что нет у меня постоянно, чтобы кто-то один, и всё. Они меняются. Да. Меняются. Вот в ламинк мне нравится. В ламинк. Я обязательно посмотрю, кто это, обещаю. А если говорить о современных художниках, то очень нравится Ричард Клоремонт. Он австралиец. Это вот современный художник. Очень он мне нравится. Спасибо. Хотела бы писать как он, но я есть я, а он есть он. А о литературе тогда сразу. Ты много читаешь русскую классику, правда? Ну, сколько живу, столько читаю. Что ты можешь посоветовать моим студентам? Поэзия или проза? Проза. Поэзию трудно читать. Слишком трудно. Мало кто может читать поэзию в оригинале. Ну, Есенина могут, наверное, читать. Есенина. Нет. Нет. Я не думаю. А Высоцкого? Высоцкого надо слушать. Да. Кстати, Есенина слушать тоже интересно. Ну, классику, если говорить о классике, то это очень много времени занимает. Очень иногда долго сидеть, читать, вдумываться и не иметь вот того, что мы сейчас имеем под рукой. Вот. И поэтому я думаю, что... Это что, интернета? Да. Я думаю, что люди сейчас не способны долго, месяцами сидеть над одной книгой. Поэтому я советую наблюдать жизнь, что-то свое новое находить и... И писать, а не читать. И писать, да. Хорошо. Спасибо. И ты изучаешь французский язык сейчас? Да. Последний год или два? Второй. Второй год. Почему французский? Французский? Можно одним словом из Высоцкого? Красота, кто понимает? Вот так и комфортно. Хорошо. А в конце, что ты можешь сказать моим студентам? Они изучают русский, как ты изучаешь французский, да? Да. Может, совет? Именно... Что я могу сказать? Короче, все, кто хочет заниматься, занимайтесь. Хорошо. Спасибо. Мудро. Отличный совет. Ну что? Надеюсь, Оля выключила его. Нет. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Сейчас вы знакомы с моей мамой. Если у вас есть вопросы к ней, можете написать в комментариях. И занимайтесь, пишите картины, книги и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Конечно, от меня я могу сказать, делайте все, что кому нравится. Отлично. 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 Отлично.